При дефиците каких-либо микроэлементов в почве растение сразу дает нам сигнал в виде пожелтения листьев или плохой завязываемости. Мы начинаем закармливать растения удобрениями и иногда тем самым провоцируем еще большие проблемы. В большинстве случаев в почве уже есть все, что нужно, но растения просто не могут усвоить нужные вещества. Например, из-за жаркой погоды, дефицита влаги при сырой и прохладной почве или если какое-либо вещество было заблокировано другой подкормкой. Чтобы перчики получали все необходимое и не испытывали дефицита, чтобы восстановить нормальное плодородное состояние почвы, я рекомендую использовать обычную лимонную кислоту. Она снижает риск возникновения вершинной гнили, убирает нехватку кальция, калия, фосфора, других веществ, а также превращает все подкормки и вещества в хилатную форму, которую растения легко усваивают. Такая подкормка может улучшить состояние перцев и даже без других удобрений активнее начнется развитие плодов. Зелень приобретет здоровый цвет и позволит продлить плодоношение надолго. Чтобы приготовить удобрения, растворяем столовую ложку кислоты на одно ведро воды и поливаем под каждое растение по одному литру полученной смеси. Но кроме самостоятельного использования, лимонная кислота – это частый гость и помощник в других растворах. Например, если вы хотите удобрить перчики суперфосфатом и лимона калием-фосфатом, лучше всего будет добавить в раствор щепотку лимонной кислоты, так как фосфорные подкормки – это цитрорастворимые вещества, которые очень быстро взаимодействуют с лимонной кислотой и превращаются в хилатную форму. А еще лимонка вообще не агрессивна и не может навредить ни человеку, ни растению.